Дорогие друзья, пришел сейчас по адресу, вот я сейчас здесь нахожусь. Продолжаем искать гриферов, продолжаем вычислить, вот так же я его по IP. Это за счет своего сервера, за счет там одной команды, которую я вам покажу. Я вычислил IP гриферов, он опять живет в моем городе, в этой квартире. Я знал, что он уже там, он мне дверь не открывает. Вот я, как вы видите, нахожусь в подъезде, вот с виду там улица, какие-то дома. Вот я сейчас здесь, он мне не открывает. Все как по старой традиции, я буду вызывать сотрудника полиции. Я так понимаю, вон там один, допустим. Хватит звонить. Слушай, открой дверь. Кто такой? Как кто такой? Я тот ютубер, который тебе говорил, что тебя найдет по IP, слышишь, нет? В смысле? Какой еще IP? Ты вообще о чем? Ты что придумываешь? Итак, дорогие друзья, все-таки как же я узнаю IP грифера и приезжаю к нему домой? Откуда я узнаю, где он живет? А все очень просто. Вот я нахожусь на своем сервере, вот сейчас мы здесь все на спавне находимся. Я также нахожу грифера, любого, абсолютно любого грифера, который меня материт, чмырит, что угодно делает, ругается, угрожает мне, все что угодно делает. Я, как владелец сервера, команда, вот она, владелец сервера. Здесь написано то, что владелец сервера может вычислять IP грифера. То есть мы добавили эту команду всем владельцам сервера, чтобы они смогли также снимать ролики анти-грифер-шоу, также искать грифера, чтобы люди также все это делали. Я просто прописываю команду, как здесь указывается, вот она, команда называется sin. Я прописываю команду sin, выбираю абсолютно любой ник, и мы получаем IP адрес. Итак, можно прописать абсолютно любой ник и узнать абсолютно любой IP адрес. Дальше, когда вы уже знаете IP адрес, то в гугле вам не составит труда найти адрес, где живет человек. Я также легко узнаю, где живут гриферы, которые попадаются мне в реальной жизни. Поэтому вот так вот я и нахожу гриферов. Если вам интересно, то, пожалуйста, если вы хотите также снимать анти-грифер-шоу, становитесь владельцами сервера и находите грифер. Я тебе говорил, что я тебя на сервере найду, я вычислил твой IP и узнал, где ты живешь. Ты помнишь, что ты рассказывал в роликах вообще? Ты мне угрожал. Ну и что угрозал? Я снизился. Вот это как прям привелось. Ну, отзасываемся иди. Открывай, давай. Или я сейчас сотрудника полиции вызову. Ну, давай, кого бойся. Я тебя серьезно вызову. Я уже это делал, поверь. У меня уже такие... Я уже не первый человек, который за грифер-шоу. Ты не последний, учти. То есть ты будешь еще гриферить? Конечно. Что ты мне сделаешь? Хорошо, я сейчас буду звонить по 02 в полицию, и я вызову тогда, если тебе оно надо, серьезно, либо сразу открой. Ну, а сейчас, ну, звуководчик реально, кто-то где-нибудь приедет. Все, я тогда хорошо. Я тогда вызываю. Ты зря на это напросился. Слушай. Слушай. РОВД Ленинский. Здравствуйте. Вот звоню по поводу того, что хочу вызвать полицию, сотрудника полиции, кого-нибудь на дом, по адресу здесь. Можно? Да, а что у вас случилось? Поступали угрозы от этого жильца. Значит, угрожил жизни, здоровью, матерился. В общем, опасный человек для жизни. Школьник. Хорошо, вызываю к вам участкового, он разберется. А участковый? Только один придет? Да, один. Сколько ждать примерно? Ну, а вот 30 минут на часа. Так, давайте, знаете, тогда приезжайте по адресу. Вот по такому-то адресу тогда подъезжайте. Хорошо, я. Я. Доброго. Все, что-то связь. Слышь, я вызвал. Алло. А, да, я здесь. Я вызвал? В смысле вызвал? Вызвал, сотрудник, жди, и все. Я что с тобой разговаривать буду? Все, жди сотрудника полиции. Все, я дождался многоуважаемого сотрудника полиции. Сейчас мы будем выяснять. Здравствуйте. Здравствуйте. А зачем мне снимаете? Я снимаю, потому что я веду рубрику плохих школьников, которые матерятся, угрожают и неправильно ведут себя в интернете. Вы вообще знаете, почему вас вызвали? Я по вашему школьнику? Ну да. Меня вы зачем снимаете? Слушайте, ну я говорю, у меня просто есть канал на ютубе. Я снимаю, потому что я собираю таких людей и выкладываю их в сеть, чтобы люди видели, что, ну рубрика у меня такая, понимаете? То есть я понимаю, что вам, конечно, не нравится, но хотел бы с вами по-человечески договориться. Можно как-то я буду вас снимать не сильно? Ну, не надо мне в лицо вот эту вот штуку осветить. Но я могу, я могу не в лицо, я могу хорошо, я могу вас как-то вот так вот снимать рядом. Просто дело в том, что вот здесь вот человек, который мне угрожал, он мне сам сейчас не открывал, матерился вообще. Вот вы, то есть, какая-то такая ситуация. Вот почему я вас вызвал по этому? Потому что он мне не открывает. А почему он должен открыть? Вообще он мне и не должен открыть, в принципе. Так-то да. Поэтому я и вызвал, вот, позвонил в участок и вызвал сотрудника полиции. А я-то зачем здесь? Вы хотите, чтобы я вам открыл дверь и что дальше? Да, ну, я хочу, чтобы вы какую-то беседу профилактическую провели. Все-таки он должен как-то исправиться. Просто если я ему что-то говорю или другие люди, которым он вредит, то на него это никак не повлияет. А если к нему придет сотрудник полиции и скажет ему так нельзя, что это наказывается, все. И там где-то вообще с родителем, может, у него родители дома поговорят. Ну, как вы считаете? Давайте попробуем. Фух. Слышишь? Я вызвал сотрудника полиции, вот, пришел. Полиция, откройте. Может, это твой друг просто переодевший в форме? Конечно, ну, хорошо. Смотри, он даже не понимает то, что... Он думает, что я... Майор Волков, откройте. Да, ты лучше открой. Проходите, что ли, давайте объясняем. Понятно. Ну, здравствуй. Здравствуй. Никита. Я пройду уже, да? Можно же, да? Ну, проходи. Он же мне угрожал. Вот, вот, пожалуйста, вот он мне угрожал. Тебя же Никита зовут? Никита. Ты же так себя называешь. Один живешь? Где родители? Ну, сейчас я живу один, родители уехали надолго. Куда надолго? Ты врешь? Не, надолго. Я не вру, они уехали надолго. Им надо было по делам, они мне так сказали. Сказали, делай все, что хочешь, главное... А, ну, вот ты и начал угрожать, да? Вот он угрожал мне, реально. Ты помнишь, что ты мне говорил вообще? Давай, напомни, что я тебе говорил. Ты хотел меня убить. Ты знаешь, я не буду просто на камеру здесь говорить, какими словами ты меня обзывал, и что ты со мной хотел сделать, с моей семьей, с моими друзьями, что ты там, как это называется, с моей мамкой что ты там делал. Вот это вообще бред. Ты должен отвечать за свои слова. Что мне будет такого? Я понимаю, что ты вызвал сотрудника полицейского, или я не знаю, как вас там вызывают, но это ничего же не резонеснет. Ну, как с ним можно вести беседу? То есть... Понимаешь, человек за свою жизнь уже боится, да? На улицу выходить ему страшно. Но все из-за твоих угроз. Да. Понимаешь, нет? Мне стыдно вообще. Да нет, что мне может быть стыдно? Ну, взрослый человек, что мне? Я ребенок, что я ему сделаю? Все-таки я... Ты ребенок? Ты ему что-то сделаешь, а он тебе ответить не может. Не знаю даже. Ну, то есть ты в сети? Такой суровый? А как сотрудник полиции пришел, так все, да, сразу? Ну, может быть и так. Может, я боюсь сотрудника полицейского. Ну, кто же знает-то. Ну, почему ты в сети такой гордый? Как ты считаешь? Ну, в сети, потому что я... То, что в сети я босс. Понятно. Особенно мой игрок. Так и будем, что я говорите. Да, может, как-то ты сотрудника полиции пригласишь куда-нибудь. Давайте пройдем зал, что ли. Давайте пройдем. Около порога-то нехорошо разговор идет. Надо с тобой как-то решать. Где твоя мама, папа сейчас? Давай звоним. Я не верю, что они уехали. Понимаешь? Они уехали. Я бы сейчас... Тебе бы при Майнкрафте не ругался с тобой матом. Да, такое было. Я с ним ругался, там что-то угрожал. Я бы такого не было, если бы был родитель. Они бы все бы услышали, все бы забрали у меня. Так что же нам с ним делать? Ну что, лечить его надо? Лечить. В смысле лечить? Я ничего такого не буду. Компьютер зависит. Компьютер зависит? Ты что, я играю-то всего лишь год. Недавно компьютер купили, ну год назад точнее. Он скачал Майнкрафт, начал играть. Кто же знал, что вот этот вот у тыр попадется. Ну, смотри, вот это он при вас еще так меня слабо оскорбляет. Парень, ты вообще с чем-то еще занимаешься, там в школу ходишь? В школу хожу. Хожу, учусь. Учусь. Друзья еще есть? Друзья есть, с ними тоже иногда я играю. Ты не куришь? А? Да, нет. Смирите рук от меня, присядьте вообще, что он меня снимает? Он не имеет права. Да тебе только сейчас нашло, что я снимаю? Сядь, сядь спокойно. Эти пять минут, что-то ты как-то не возмущался. Что оно тебе нашло? Ты что творишь? Я не знаю. Где у тебя компьютер, где ты играешь? Я не вижу здесь компьютера. В той комнате. Здесь что? Давайте сюда пройдем, его конфискуй. Нет, туда нельзя. Ябас, ты что творишь, слышишь? Сюда нельзя проходить. Ну, спокойно. Там личные вещи, там личное пространство. У тебя, у него по-любому там компьютер, который нужно изымать тогда, или что с тобой делать? Ты как себя ведешь вообще? Что там у тебя такое? Компьютер. Давайте, может, попробуем пойти. Нет, нельзя. Ну, видишь, он совсем никого пускать не будет, что ли? Нет, нельзя туда. Там мои личные вещи, мой личный компьютер. Все-таки же моя комната. Это без этих, без моих друзей, без родителей нельзя. Ну, все-таки, можете отойти, что ли? Ты что творишь? Ты что, сотрудник полиции? Отойди ты. Что, идиот, что ли? Идите отсюда. Может, как-то с ним надо решить, что ли? Ты что, сотрудника полиции бьешь? Ты что, идиот, что ли? Ты что творишь? Слушайте, ты что делаешь, Вась? Вот туда, пожалуйста. Ты что творишь? Ты что делаешь? Вот туда, пожалуйста. Ты как себя ведешь? Куда туда, пожалуйста. Вот. Что с ним предлагай делать? Он у вас фуражку скинул, вообще. Ты что делаешь? Я защищаю свой дом, свою квартиру. Надо учет поставить. Ты что делаешь? Вы не имеете права за какое-то... И он на учет в школе ставит Вот знаете что Я сейчас открою дверь и просто вам голос Вот так вывести Ты что делаешь, это сотрудник полиции Успокойся, ты что, придурок что ли Иди давай Иди, ты что творишь Смотри, что он делает И больше сюда не приходи, понял Придешь, вызову своих друзей Они тебя так загрифили, понял меня Видите, что такое Не знаю, что такое Фуражка, нормально все, вы вообще не ударились Ну совсем что ли Что надо делать, может наряд вызвать И что, сделать этот наряд И дверь любит Ну может надо как-то с его родителем связаться Что такое, я вообще рукой реально ударился Хорошо, свяжемся Вот видите, пишите заявление Я напишу заявление, вы понимаете почему я снимаю Теперь у нас есть доказательства А так представьте Я буду говорить, что меня школьник ударил и вас И выкинул с квартиры Поверит кто-нибудь, как думаете Вот поэтому я и снимаю Поэтому я вот тех, кто сейчас меня смотрит Ребята, если вы хотите продолжение Ставьте лайки Я буду, думаю, писать заявление И мы все-таки что-то с ним будем делать Это вообще бред какой-то Я в шоке вообще Сами-то как думаете Мы еще придем Я заявление напишу Да нормально все Вот мы вот снимаем Да тут сейчас вот школьник у нас Видите Раскричался Да Да школьник, который себя в интернете ведет плохо Вот видите, сразу никто не хочет связываться Я тебя еще найду, школьник Ладно, ребята Нам уже нужно уходить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!